Согласно справке о социально-экономическом развитии округа, которую озвучил глава, наблюдается положительная динамика показателей. Немаловажную роль здесь играют создание необходимой для развития бизнес-проектов инфраструктуры и получение статуса ТСР. На сегодняшний день создан индустриальный парк Белкам на базе Искожи. Там порядка 200 тысяч квадратных метров различных площадей, 20 гектаров земельный участок. И мы сейчас активно работаем вместе с Искожем на предмет поиска новых резидентов. Есть у них свои проекты, которые они планируют развивать. Ну и сегодня, на прошлой неделе, тоже хорошие новости, первая отгрузка произошла на Volkswagen подголовников. То есть это ваговская группа, это тоже большой объем производства. И вот Искож начал поставлять и туда тоже свою продукцию. Параллельно ведется проектирование индустриального парка на территории автозавода и поиск новых резидентов. Также в этом году в рамках нацпроектов в город было привлечено 120 миллионов рублей на благоустройство различных территорий. Растет и количество реализованных проектов по программе поддержки местных инициатив. Открываются новые социальные объекты, например, молочная кухня. Выполнена работа по частичной замене уличного освещения. Это освещение, которое мы заменили сейчас по городу, 5 тысяч с половиной светильников, еще 2 тысячи заменим. То есть это 7 с половиной тысяч светильников. Экономия где-то будет на освещение порядка 30%. От 25 до 30%. Но с учетом того, что мы в этом году построили еще 16 километров новых линий освещения, то это может быть порядка 20% будет. В следующем году к проекту энергоменеджмента подключаются управляющие компании. Продолжается работа по улучшению внешнего облика города, в том числе по демонтажу незаконно установленных ларьков. Есть такие, которые не имеют никаких документов абсолютно, не имеют ни ИП, ни договоров аренды. То есть не платят аренду, не платят налоги. Ну как бы в некотором смысле так анархия какая-то. То есть очень тяжело в этом направлении работать, но специалисты у нас постепенно как бы с этим моментом разбираются. То есть пока тяжело идет, но в целом мы видим, что где стояли НТО, в местах абсолютно неправильных мешали проезду пожарных автомобилей или вообще любой техники. Или превращались еще хуже в какие-то туалеты, то эта работа сейчас ведется. И мы планируем, что в следующем году мы эту проблему уже дожмем. А в преддверии Нового года не забыли и об оформлении улиц. На праздничное убранство города удалось привлечь из республиканского бюджета 22 миллиона рублей. И елка у нас новая, и улица Юбилейная, и улица города, улица Ленина, Комсомольская и так далее. Все эти улицы будут еще преображаться. Примерно все завершится в понедельник. То есть мы будем в выходные работать еще. Вот сегодняшний день еще одна фура пришла. То есть эта работа будет продолжаться. Но их так как очень много, поэтому быстро не получится. В том числе и юбилейные. Еще иллюминации не завершены. Такой подарок от республики – это своего рода инвестиции. Новогоднюю иллюминацию еще не один год будут использовать в оформлении. К слову о праздниках. В будущем году в Нефтекамске пройдут сразу два международных события – стрит-арт-фестиваль и фольк-лореада. В республику 85 иностранных коллективов, то есть с 85 стран. И планируется, что у нас где-то порядка 30 коллективов от 20 до 30 приедет в Нефтекамск. И это тоже будет объемное красочное событие. Мы планируем, что к этому времени мы уже проведем стрит-арт-фестиваль, чтобы показать нашим гостям наш творческий потенциал. Но это порядка где-то 300-400 человек с разных стран. То есть предварительное сведение, что к нам приедут делегации из Японии, Эстонии, Чили, Северной Македонии, Грузии, Словении, Венесуэла и Филиппин. Праздники праздниками, но и о проблемах, которые тянутся годами, не забывают. Речь о золотых песках. Как сказал глава, уже 15 января 2020 года вступает в силу решение суда о снятии обременения земельных участков там, где есть объекты. И дальше люди смогут оформить аренду с последующим выкупом. А вот с ДНТ Куба не все так просто. На сегодняшний день у нас нет пока решения по Кубе. То есть, к большому сожалению, этой работой мы занимаемся совместно. Совсем недавно проводили встречу с обманутыми землевладельцами. Сейчас разработан соответствующий протокол, направлен в прокуратуру. И мы сейчас ждем обратной связи от них, какая позиция будет. Также планируется в будущем году решить вопрос автобусного сообщения, которого ждут жители новых микрорайонов, а также молодые мамы, пользующиеся услугами молочной кухни. Там недостаточно разворотных площадок и самих остановочных комплексов. Мы эту работу начали по закупке, то есть на Комсомольской установили. На Восточку планируем установить. В планах на следующий год эти работы предусмотрены, и в бюджете городского округа тоже предусмотрены. Мы хотим изменить немного транспортное сообщение, связи с тем, что открылась и молочная кухня, в том числе, в которой сегодня нет удобного подъезда, и поэтому планируем немного изменить уличную дорожную сеть. Но к этим работам мы должны приступить летом. В целом, в планах на будущий год реализация республиканских и национальных проектов и программ. А это значит, что работа по благоустройству общественных территорий, дворов и подъездов, ремонту тротуаров и дорог будет продолжена. Марина Медвинская, Валерий Зазулин. Время новостей.